Характер очень сильно влияет на карму. То же самое имеет отношение к подсознанию. Почему? Потому что подсознание, мы еще должны, знаете что, иметь в виду, что подсознание-то, оно, в общем-то, есть не у всех, скажем так. То подсознание, о котором мы говорим, то оно есть только у тех людей, которых мы называем детьми божими. Потому что те люди, которые, мы называем их Адамитами, которые были созданы впоследствии Господом, там есть разные варианты, кто-то говорит, что это были анануаки, которые создали людей для того, чтобы они добывали, так сказать, различные полезные ископаемые, начиная с золота и так далее. Вот. И в этом есть определенная, как говорится, я считаю, определенная истина в этом есть. Потому что, как знаете, после революции был такой диспот между Луначарским и известным церковным деятелем Булгаковым Сергиевым. Вот. Спор был такой. Значит, вот человек произошел, ты безъяна, или это дитя Божье? Вот они очень долго спорили, потом, в конце концов, Булгаков сказал, ну, что мы спорим, в общем, каждый знает своих предков. Вот. На этом спор был закончен и так, и без выяснения того, что же на самом деле есть. А дело в том, что есть и такие, и такие. Понимаете? Вот. Вот фактически разрешение этого спора. Так вот, оказывается, что те, кого мы называем детьми Божьими, они прошли огромный путь деградации. То есть, когда-то они жили в Золотом веке. Они имели огромные возможности. У них был совершенно другой язык. У них был совершенно другой набор. набор черт характера. То есть, это же инструменты творчества. То есть, они были волшебниками. И в течение, ну, скажем, даже тысяч лет, они деградировали вот до такого состояния, что, скажем так, цивилизации, которые объединены в различные организации, такие космические, да, они нас не считают за разумных людей. Потому что, там, кто-то у нас даже считает, что Земля плоская, там, и так далее. Понимаете? То есть, наш уровень, наш уровень сознания настолько низок, что нас можно эксплуатировать, с нас можно, как говорится, сдирать энергию. И это нормально, потому что, ну, что, скотина. Мы же тоже, на самом деле, к скотине не относимся, как к людям, правильно? Вот так же относятся и к нам. И вот получается, оказывается, что вот у тех людей, у сынов и дочерей Божьих, которые деградировали, у них в подсознании вот весь тот негатив, который существовал в течение вот этих вот тысяч лет, он весь там сидит. А скажем, у Адамета этого нет. Понимаете? У него там все проще гораздо. То есть, он каждое свое воплощение начинает с белого листа, да? Да. Можно так сказать. Вот. То есть, есть для разных людей проблемы и, так сказать, жизненные, они совершенно разные. И разные, разные возможности. Почему я стал говорить об отрицательных чертах характера? Потому что оказалось, вот было проведено исследование, и вот кто читал книжку «Душа человека», там это есть. Оказалось, что если убрать отрицательные черты характера, то влияние подсознания на жизнь человека уменьшается в два раза. Почему? Ну, это вот, это очень важно как раз для детей божьих. Вот. Потому что у них там на самом деле много негативов всякого. Вот. Что же касается Адаметов, то там все просто. Потому что они управляются определенными программами. Вот. наподобие инстинктивных. То есть там заложен определенный уровень, скажем так, определенный уровень самоорганизации. Вот. Определенный уровень программ. Вот. И они соответствуют программам именно такого вот невысокого уровня. Вот. Хотя Адам есть, вот, среди них есть люди, которые могут достигать очень больших успехов в различных делах, которые требуют, если можно так сказать, физического развития. Вот. А если мы начинаем говорить о том, может ли человек, скажем, изобрести что-то новое, чего не было раньше, то оказывается, что они не в состоянии. но это то же самое, что с компьютером. Понимаете, люди очень возлагают большие надежды на компьютер, что вот они когда-то обгонят человека. Никогда они человека не обгонят. Потому что у человека бывает прозрение, озарение компьютера, и у Адамита не бывает. вот. Поэтому вот нужно понимать, что подсознание, оно даже для разных людей, оно играет совершенно, может играть совершенно разную роль, и иметь совершенно разные значения. Теперь относительно памяти. Память это тоже очень интересная вещь, потому что скажем, материалисты, ну вот, например, есть такой очень много его на самом деле в Ютубе. Профессор Савельев Сергей Вячеславович, вот, он материалист, вот, он считает, что все находится в мозге, вот, все там. Да. Вот. И больше нигде никакого сознания нет. Вот. У него есть свое представление о сознании, и он говорит, что нет, у него ни у кого, говорит, нет определения сознания. И он абсолютно прав, потому что, потому что, если человек материалист, то у него одно определение сознания. Вот. Изоперики, они даже этим не занимаются, потому что у них совершенно другие представления, вот, и в своем кругу общаясь, они это все понимают, вот. А общаться им с материалистами как-то вроде бы даже вот и несерьезно. Виктор Вячеславович, а вот такой вопрос, поскольку вы затронули опять тему нашей школы о очищении от отрицательных черт характера и включая кармические информации, когда очищается эта информация из поля, пространства человека, как это все меняется на конфигурацию, как меняется на состояние, вы говорите, подсознание становится менее активно, да, в два раза аж идет снижение манипуляции подсознательного а ему не дают работать, ведь на самом деле в чем заключается в чем заключается работа сознания, то есть там есть сознательная часть или как мы говорим сознание личности, да, да, и если сознание личности активно, да, да, то подсознание отдыхает, потому что руль находится в руках сознания личности и подсознание получает доступ к руль только тогда, когда сознание личности не работает, так вот, если убрать отрицательные черты характера, сознание личности становится настолько активным, что подсознание в два раза меньше достается времени для отводства, понимаете, замечательно, очень хорошо, что вы опять напомнили нам об этом, я думаю, что еще раз напоминает о том, что это очень интересная вещь, да, это очень интересная вещь, причем это я еще говорю, это я еще говорю о том, когда у человека, скажем так, уровень гармонии больше десяти, да, а если у него меньше десяти, то подсознание, оно вообще практически сознание личности не работает, там, там только подсознание, и потому, что все управляются, вот весь мир управляется через подсознание, очень легко манипулируют людьми, понимаете, потому, вот эти вот программы, они, они не позволяют человеку расти, это просто некое есть стандартное существование, очень невысокого уровня, вот, и нужно сказать, что все религии, они тоже на самом деле тоже самую цель преследуют, чтобы человек не мешался под ногами, чтобы можно было им легко управлять, вот, что, ну, как вы знаете, я думаю, понимает, многие понимают, что Бог находится у человека в сердце, вот, и когда мы молимся, мы туда и должны направлять свои молитвы, вот, и если кто-то между нами лезет, то, наверное, это не в наших интересах, так оно оказывается всегда. Я обратила на такую тенденцию по общению между студентами, и когда обращаются с вопросами во время обучения, чем ниже у людей уровень развитости сознания, тем хуже концентрация внимания и слабее память. Как вы можете это объяснить? Ну, вот это как раз очень хорошо объясняют материалисты. Вот. Они говорят о том, что память определяется тем, насколько у человека богатые синаптические связи в мозге. Но тут опять мы должны рассматривать две вещи. Если мы имеем в виду кору, где память царствует, да, вот, но есть еще лимбическая система, которая практически определяет животное поведение человека. И опять мы приходим к чему? Что 80% населения, даже больше, наверное, 85% населения, они не имеют вот тех самых достижений, которые определяются работой коры. В основном их поведение определяется лимбической системой. То есть, как бы, когда ребенок, он растет, он же сначала осваивает животные программы, да? Да. Вот. Ему надо много чего там научиться, что, в общем-то, и животным нужно, да? И до 8 лет практически он, ну, я говорю, для подавляющего большинства людей, есть люди, которые и в 5 лет у нас есть массовки, к примеру, они демонстрируют, на самом деле, чисто человеческие уже достижения. То есть, это, опять-таки, работа, уже положительная работа подсознания. Вот. Так вот, так вот, лимбическая система, она, она что осуществляется, что она дает человеку? Он должен заботиться о чем? О том, чтобы быть сытым, да? Чтобы, так сказать, поддерживать свое существование для того, чтобы ему размножиться, то есть, продолжить свой род. Вот. Ну, и надо доминировать, потому что, если мы смотрим, какие происходят явления, скажем, у тех животных, которые живут в стадами, там очень важно, значит, чтобы быть первым, быть лидером. Вот. То же самое и то же самое у любого животного. И если мы посмотрим на людей, то вот именно 85% людей живут именно только этими тремя видами программ. если они что-то делают, они делают исключительно только для себя. В крайнем случае для своей семьи. Но не больше. И только тогда, когда человек начинает что-то делать для других, когда человек начинает открывать то, чего не было никогда, создавать то, чего не было никогда, вот тогда мы только можем сказать, что это пошли человеческие программы. И социум, он как организован? Для таких животных существует уголовный кодекс. И без этого нельзя. Потому что они не понимают, что нельзя убивать. я уже не говорю про более простые преступления. А если человек, что называется, сын Божий, то у него внутри есть внутренний закон, который называется совестью и честью. Ну и где это сейчас? Связи нет. Ну вот, поэтому для разных людей оказывается нужны совершенно разные условия жизни. Вот я на своем, так сказать, веку, чего я только не досмотрелся, каких только социальных структур, мне не приходилось видеть. Вот, мы жили в советское время, причем я очень хорошо помню времена при Сталине, очень хорошо помню, хотя был маленький еще, там было все совершенно иначе. Потом, когда пришел Хрущев, началась отепель, да, больше еды, но вдруг все изменилось, отношение к человеку уже стало другое. с не другое. В